Здравствуйте, друзья! Во-первых, город сменили, Санкт-Файт-Андерглан, называется местечко, где находится сейчас команда Марка Николича, стадион Жак-Леман-Арена и уже мы видим футболистов Локомотива, которые готовы выйти на футбольное поле. Какие-то последние технические, видимо, нюансы решаются. Сейчас поприветствовали друг друга футболисты Локомотива и Любляны. Любопытно, что одинаковая форма сейчас, во всяком случае, так кажется у судейской бригады и Гильерме. Вообще, конечно, по правилам FIFA, по судейским правилам быть такого не должно, просто потому что, ну, если у кого-то с кем-то форма на футбольном поле, судейской или бригадой, вратаря с полевым, вратаря с другим вратарем и так далее совпадает, то это, конечно, могут быть при определенных обстоятельствах футбольных какая-то неразбериха и путаница. Ну вот, пожалуйста, как раз очень добрая ситуация, добрая такая фотография с главными тренерами, с капитанами. Красивое, красивое начало сегодня. Ну и в целом все готово к тому, чтобы встреча начиналась, и команды уже появляются на футбольном поле, а мы, безусловно, ждем сегодня яркой игры, отличного результата от Локомотива. Команда показала, что практически в любом составе способна играть не только в свое удовольствие, но и на результат. И это объясняется тем, что Локомотив вышел максимально, наверное, возможным стартовым составом, таким боевым стартовым составом на матч против Жилины. А потом становилось все больше и больше молодежи, и под конец матча никого из стартового состава не осталось. Остались исключительно молодые футболисты, представители молодежки, казанки. Но при этом появился и Миранчук, который результат как раз встречи и сделал, не без помощи партнеров, безусловно. 3-2. Еще раз напомню, Локомотив выиграл у Жилины. Это было 26 июня. Сейчас арбитры попросят команды поменяться местами, потому что, видимо, Гильерме посчитал необходимым играть на определенной половине. Все-таки, когда есть солнце на стадионе, это очень важно для голкипера, потому что оно либо светит в глаза, либо, наоборот, находится за твоей спиной. Так вот, гол Сильянова и дубль Миранчука, и победа Локомотива в первой контрольной встрече этого летнего сбора. Все готово к началу матча, и мы, безусловно, к нему готовы. О стартовых составах поговорим после свистка. Но для начала, наверное, так, как за травочку, бросим, что есть одно изменение в стартовом составе у железнодорожников по сравнению с предыдущим матчем. Нет сегодня в заявке Пабло, который выходил на матч с Жилиной с первых минут. И есть зато Антон Миранчук, который появился только в перерыве в прошлой встрече. Кто будет играть в центре обороны сейчас, это любопытно. Мы будем за этим наблюдать, потому что есть Мурила, безусловно. Ну а кто рядом с ним будет располагаться? Может быть, Макеев? Может быть, какое-то еще новое решение от Марка Николича? Мы сейчас увидим. В общем, разберемся по ходу встречи. Еще сразу не забудем поздравить с прошедшим днем рождения Даниила Куликова. Ему исполнилось 23 года. И, естественно, мы желаем как можно больше красивых матчей, поменьше травм и побольше не только матчей, но и побед, и медалей, и трофеев. Ну, безусловно, так. Ну и мы видим как раз, что Макеев действительно занимает сегодня позицию центрального защитника рядом с Мурилу. Пара центральных защитников такова сегодня. Ну и давайте к составам. Маринато Гильерми в воротах у Локомотива. Капитан команды, первый номер. Линия обороны выглядит таким образом. Александр Сельянов слева, 45-й номер. В центре Мурил, 27-й и Станислав Макеев, номер 4-й. Справа Дмитрий Живоглядов под вторым номером. Линия полузащиты в таком составе сегодня играет. Даниил Куликов, 69-й в центре. Дмитрий Рыбчинский, 94-й. Антон Меранчук, 11-й. Виталий Лисакович, 88-й. Ну и вот здесь линия атаки вся, наверное, нужно здесь оговориться, что линия атаки будет постоянно меняться. Лисакович путешествует по всему полю, так же, собственно говоря, как и Франсуа Камано и Федор Смолов. Камано под 25-м номером, 9-й Федор Смолов. Главный тренер команды Марко Николич и сейчас в атаку попытался перейти Локомотив. Олимпия здесь сумела отобороняться. Так же, как и у Локомотива, у Олимпии огромное количество молодежи на этом сборе. Многие из этих ребят, я так понимаю, впервые вообще привлечены к работе с основой, ну, может быть, на сбор, может быть, на постоянку, если можно так сказать. Смолов, Смолов, Смолов продирается к воротам и зарабатывает практически пенальти. Чуть-чуть совсем ему шажочка не хватило для того, чтобы его сбили уже в штрафной площади, но это очень хорошая точка. И сразу же здесь нарисовался Антон Миранчук, который ждет, пока ему принесут мяч, потому что эта позиция как раз для его удара. Смотрим, Смолов грамотно уходил здесь от соперника и в итоге нарвался на Томислава Томича, который его избил. Ну вот, пожалуйста, Андресов Амбергар попал в объектив камеры. Человек, который нам прекрасно знаком и знаком прежде всего по чемпионату России. Поиграл этот футболист славенско-аргентинского происхождения в российском чемпионате за Уфу. Один сезон, сезон 19-20, 28 матчей, два гола на его счету. И вернулся в Олимпию, из которой, собственно, в Уфу и пришел. Ну и сейчас, посмотрите, Смолов показывает, что мы вот так будем разыгрывать. Удар поворотом Федора в итоге Миранчук, который здесь так хотел пробить штрафной, до мяча-то и не дотронулся. С Лисаковичем Смолов разыграл и сам решил пробить поворот. Ну давайте к составу Олимпии. В воротах Жига Фрелих, номер первый. Далее пулевые футболисты. 22-й Урош Корун. 20-й Эрик Буакье. 10-й Тимми Макс Эльшник, капитан команды. 7-й Радивой Босич. 11-й Михаила Первич. 18-й Андрес Вомберггард. Под 62-м номером играет Михаил Павлович. Под 8-м Нина Пунгаршек. Под 92-м Томислав Томич. И 3-й номер на спине у Марселя Ратника. Самый молодой, по-моему, футболист сегодня из тех, что есть в стартовом составе. Ему всего 17 лет. Главный тренер команды Горан Станкович. Продолжает он работать с коллективом. Судя по всему, контракт с ним будет продлен. Он вообще предыдущий заканчивался в начале июня. Пока новой информации относительно этого факта нет. Но раз человек готовит команду к сезону, скорее всего, он ей будет дальше руководить. Угловой. У ворот локомотива. Атака усилиями. Люблянская Олимпия заканчивается в штрафной площади соперника. И Первич мчался к мячу. В итоге получилось мяч выбить на угловой. Подача. На дальнюю штангу. Опасная скидка. Выручает живоглядов. И удар поворотом. Но удар совсем уж не точный. Судейская брикада сегодня, естественно, вся из Австрии. Томас Фрохлахер ее возглавляет. Ему помогают Даниэль Трампуш и Рихард Штраус. Меня зовут Михтел Миламет. Мы сегодня с вами будем, я надеюсь, наслаждаться футболом. И наслаждаться по истечении 90 минут победы локомотива. 28 градусов в этом городке. Еще раз напомню, называется он Санкт-Файт Андерглан. Было еще жарче, как мне сообщили в пресс-службе локомотива во время предыдущей встречи. А сейчас достаточно приемлемо. Все познается в сравнении. Олимпия идет в очередную атаку. Получает мяч на правом фланге Эрик Буакье. Очень много, конечно, футболистов славянского происхождения. Но есть легионеры в том числе. Вот Эрик Буакье один из них. Он из Ганы. Молодой футболист. 21 год ему. Сейчас атака как раз идет не по его флангу, а по противоположному, по левому. Куликов. Мурило. Скоро с ним, кстати, на сайте локомотива появится интервью. Такое большое, емкое, очень интересное. Много всего, как пообещала пресс-служба, он там расскажет. Так что следите обязательно за сайтом московского локомотива. И читайте интервью Мурилок, которое должно уже очень скоро появиться. Куликов. Аккуратно и достаточно спокойно локомотив выходит из обороны. Александр Сильянов, его ошибка привела к первому голу в ворота Гильерме. В прошлой встрече он затем, Сильянов, исправился. И дальше уже в целом добротнейший матч проводил. Ну и мы видим, что вторую встречу подряд в стартовом составе появляется Александр. И таким образом есть, наверное, у нас право предполагать, что именно его, как основного левого защитника, пытается Марка Нику лично играть. Да, конечно, впереди еще куча времени и целых шесть товарищеских матчей на втором сборе. Еще и тренировки, и большая, длительный этап подготовки к сезону. Но, во всяком случае, на первый взгляд, есть ощущение именно такое. Смолов попытался забросить на Камано. Как будто бы чуть из глубины действует Федор Смолов. Лисакович даже ближе к позиции на острие. А Смолов как будто бы так, оттянутый, скрытый. По большому счету, так и получается. Вот сейчас это хорошо видно. Переходит в контрнаступление Олимпия. Вот это может быть очень опасно. Гильерми вынужден уже вступать в игру. Радио Ибосич выполнял эту подачу. А сейчас с мячом Михаил Павлович. Это не имя отчества, это имя и фамилия. В целом, звучит, конечно, очень уважительно, когда футболист называешь Михаил Павлович. Это как Юрий Валентинович. Но Михаилу Павловичу 20 лет, в отличие от Юрия Валентиновича. Возвращаются понемножку и сборники локомотивские. К несчастью, польскому и российскому, и те, и другие возвращаются ни с чем с чем с чемпионата Европы. Он, кстати, сегодня возобновляется. Стадия плей-офф возвращается на экраны и на стадионы европейские. И не только экраны могут быть и не только европейскими по всей планете следят за этим турниром. Но вот сборная Польши и сборная России, к сожалению, не вышли из группового этапа. И таким образом турнир покидают. И Крыховик, и Рыбус, и Рефаджа Маледдинов, и Дмитрий Баринов пополнят здесь состав команды уже во время второго сбора. Присоединятся. Сейчас у них небольшой отпуск. Но уже очень скоро они действительно к команде присоединятся. Второй этап сборов пройдет в Бад-Вальтерсдорфе с 1 по 13 июля включительно. Очень насыщенный сбор получится, потому что, я уже сказал, 6 товарищеских матчей предстоит железнодорожникам. Макеев играет на Живоглядова. Тот подключает Смолова. Смолов пока действует чуть ли не в полузащите, чуть ли не в центре полузащиты. Какие-то тактические находки, тактические изыски от Марка Николича, к которым нужно привыкнуть. А может быть еще даже в них и разобраться, какая конкретно задача у Смолова. Удалось посмотреть интервью после прошлой встречи. Вы тоже, кстати, это можете сделать на сайте Локомотива Сергея Бабкина и Данила Худякова. Молодые ребята, которые вышли и очень неплохо вышли на футбольное поле. Худяков несколько сейвов совершил, хотя сам, судя по интервью, считает, что ничего особенного не сделал. Ну а Бабкин сделал голевую передачу на Миранчука. Сейчас Баке очень здорово прерывает этот пас вперед. Еще бы чуть-чуть оно мог бы убежать. Штрафной площадь соперника. Худяков решает вертикально сразу же снабдить атакующую линию мячом. Сильянов по флангу. Миранчук. Снова пас налево. Пока левая бровка поактивнее выглядит. Живоглядов не так часто идет в атаку, как Сильянов. Здесь на опережение. Хорош Куликов. Ведется трансферная работа. Я думаю, что болельщикам всегда это интересно. И в первую очередь, конечно, про Локомотив. Я говорю сейчас, а не про Олимпию. У Олимпии тоже есть свои изменения. Тут же, например, Томислав Томич, который фалил против Смолова. Он в команду только-только пришел из австрийской Адмиры. Как раз, видимо, по географическому принципу, куда недалеко ехать. Где сбор, туда и поехал, в ту команду. А вот что касается Локомотива, то здесь есть как люди на вход, так и на выход. Ну, во-первых, мы уже познакомились. Те, кто смотрел матч против Жилина, уже успели познакомиться с Неманем Белаковичем. Футболистом, который находится на просмотре. И в целом так достаточно активно 24-летний игрок вышел на поле. Я думаю, что все шансы у него пополнить состав команды есть. Что касается тех, кто уже команду покинул. Ну, во-первых, нападающий Казанки Локомотива Тимур Сулейманов отправился уже на правах полноценного контракта в Нижний Новгород. Вот сейчас опасная атака Локомотива. Удар Миранчука и счет открыт. Пока рассказываем про Тимура Сулейманова. Есть голод Локомотива и есть те, кто забивает на этом сборе постоянно. Два матча, три мяча у Антона Миранчука. При том, что показалось в какой-то момент, что может быть сейчас уже маловато места мячу для того, чтобы где-то здесь походить. Но как же здорово разобрался Рыбчинский, по-моему, если я не ошибаюсь. Сначала Лисакович здесь запутал соперника, сделал пас на Рыбчинского. Да, совершенно верно. И Рыбчинский пяткой мяч покатил на Миранчука. Ему нужно было немножечко пространства для того, чтобы внешней стороной стопы себе его откинуть под удар. И дальше в дальний угол Антон Миранчук сумел низом аккуратно пробить. Таким образом, на 13-й минуте Локомотив выходит вперед. Миранчук доказывает, что он в очень хорошей форме. И, кстати, нужно сказать, что Бабкин, который давал интервью после матча с Жилиной, может быть, немножко удивил тем, что на вопрос, тяжело же, наверное, было, все-таки команда под нагрузками, сказал, да нет, мы вообще в идеальном состоянии, все в порядке, никаких проблем, игралось легко. Мы все довольны. Если команда настолько хороша физически, что после первых 10 дней сборов ей не тяжело играть в контрольные встречи, значит, действительно, Марка Николич ее очень здорово вместе с своим тренерским штабом к этому готовит. Еще одна передача. Вот здесь Смолов, может быть, и принимать должен был мяч. В одно касание попытался сыграть Федор. Ну и завершая историю про трансферы, таким образом, Тимур Сулейманов, лучший бомбардир Нижнего Новгорода прошлого сезона, 9 мячей он забил за команду, теперь будет играть за нее в российской премьер-лиге, Нижний Новгород в нее вышел, и Тимур Сулейманов будет выступать именно там. Помимо этого, Виталий Лысцов на правах аренды перешел в Грозненский Ахмат, и соглашение с ним рассчитано до конца следующего сезона. Ну и, пожалуй, самый громкий заголовок – это возможный переход Никиты Иосифову, молодого футболиста-локомотива, в Вильяреал Испанский. На это, конечно, очень хочется посмотреть. Здорово играет Сильянов, прокидывает мяч дальше, и здесь уже Каманов вынужден правилам нарушать. 20-летний россиянин действительно, ну, по некоторым источникам, уже подписал контракт с испанским клубом на 5 лет. Говорят, что вроде как даже документы для его перехода были готовы еще зимой, но при этом полузащитник вынужден был дождаться окончания контракта с локомотивом, и вот теперь Иосифу нужно просто пройти медосмотр, и он станет игроком Вильяреала. Не исключено, конечно, что Иосифов, как и многие молодые футболисты, переходящие в испанские клубы, отправится сначала в дублирующую команду, но потом уже будет выступать за основой, если себя там проявят. Это уже Эдгар Севикян. Есть примеры футболистов, которые уже молодые, ни один, ни два переехали в Испанию, и мы, конечно, очень радуемся, когда получается у наших ребят уехать в Европу и там о себе заявить. Тем временем Станислав Макеев делает пас поперек. Смолов. Длинный заброс пошел на Камано, наконец от него отлепился Буакье, Камано один в один. Убирает мяч направо, отсюда Смолов может и пробить, а он покатил, а не пробил. Вот это да. Покатил на Миранчука, Миранчук дальше уперся в защитника. Ну что, пока Олимпия смотрится, честно говоря, менее зубастой, чем Жилина, потому что словацкий коллектив сразу же бросился атаковать. И вообще в начале встречи даже в какой-то момент показалось, локомотив прижал к его воротам. Ну вот, славянские футболисты пока не так активны впереди, локомотиву можно поиграть первым номером. Камано сумел продраться дальше, удар по воротам, попадает он в защитника, и от Уроша Коруна, опытнейшего 34-летнего футболиста, мяч улетает на угловой. Камано очень активен пока. Ну, Урош Корун не только, например, обладатель Кубка Словении, которой выиграла команда в конце прошлого сезона, а еще и победитель польской экстраклассы. Играл за молодежные сборные, юношеские сборные Словении. И даже за сборную Словении, за вторую сборную Словении у него есть одна игра. Ну, а сейчас Александр Сильянов боролся за мяч на 18-й минуте встречи. Рискованный розыгрыш. 4-2 статистика пока по ударам. 1-1 по ударам в створ. Да, действительно, Гильерми же даже и в игру вступал. Так редко пока мы про голкипера Локомотива вспоминаем, что и подзабылся тот момент, когда пришлось российскому бразильцу или бразильскому россиянину, как вам больше нравится, команде немножко помочь. Штрафной удар. Данил Куликов у мяча. Пришел сюда Миранчук тоже предложить свою кандидатуру. для того, чтобы поучаствовать в этом стандарте. Это уже два фолла у Томи Слава Томича. А вот Миранчук как раз и будет выполнять подачу в штрафную. Точнюхонько на голову Андреса Вомбергера она пришлась. Пока совершенно не заметен экс-игрок Уфы. Да и в принципе у Олимпии не так, чтобы очень много получается впереди, поэтому его мы, собственно говоря, не видим. Почти всем составом локомотив на чужой половине поля. Разве что Макеев де Гилерми сейчас находится на своей. Мурило. И опять мяч возвращается к железнодорожникам. Вот этот пас до Рыбчинского не доходит, потому что он был немножко неаккуратный. Миранчук открывается в центре. Пас идет на Камано. И нужно забивать, конечно. 2-0. Локомотив уверенно пока расправляется с Олимпией и увеличивает преимущество в счете от перекладины. Так, прям пригвоздил Камано. Мяч в сетку. Давайте смотреть. Живоглядов. Говорил я, что не так много он подключается пока в атаку. Но вот здесь Смолов, который как раз по всем флангам, возможно, бегает и спускается к центру поля. Пока у Федора огромный объем работы. Сумел мяч протащить ближе к штрафной в направлении центра и покатить на Камано, который сумел ускользнуть от Михаила Павловича и вышедший ему навстречу Жига Фрейлик тоже не стал помехой. 2-0. Первый гол Франсуа Камано на этом сборе. С чем его и поздравляем. Может быть, не самые, конечно, важные мячи те, которые забиваются на сборах. Все-таки гораздо важнее те, которые приходят в официальных встречах. Но ведь забить всегда приятно, особенно, если ты нападающий. Нападающие подпитываются этими моментами, этими голами. Блоке пошел вперед по правому флангу. Сразу против него здесь и Миранчук, и Сильянов накинулись и... Ну вот, Олимпии, судя по всему, не нравится все, что происходит. Сейчас так нервно начали цепляться за каждый мяч. Рьяно бить по ногам. Хорошо, что пока не грубо. Нет, здесь офсайд только Мано. Хотя передачу в любом случае стоит отметить. Появился календарь. Уже теперь точный календарь локомотива на предстоящий сезон. Понятно, что команда Марка Николича стартует в нем игрой за Суперкубок России 17 июля в Калининграде. Но если говорить уже про следующий сезон российской премьер-лиги, то первый тур домашняя игра с Арсеналом 24 июля в 20.00 состоится. А во втором туре 31 июля локомотив сыграет на веб-арене с ЦСКА тоже в 20.00. Дальше поедет 6 августа в Уфу. Потом примет дома Зенит 15 августа 22 сыграет с Краснодаром дома и 6 в гостях на арене уже ВТБ с Динамо 28 августа. Вот такие планы на июле-август у локомотива. Много команд, которые метят как минимум в тройку. Здесь и ЦСКА, и Зенит, и Краснодар, и Динамо, но и Арсенал с Уфой тоже. Достаточно серьезные соперники, поэтому лето будет веселое у локомотива. Не говоря уже о том, что локомотиву играть в Еврокубках команда заслужила, выиграла Кубок России и начнет играть 16 сентября в групповом этапе Лиги Европы. Мы, конечно, будем ждать, кто же окажется соперником локомотива. Хороший заброс Живоглядов подключился вперед. Рыбчинский разворачивается Рыбчинский под левую, под правую, как здорово и низом катит Рыбчинский, а вот здесь на подборе никого не оказалось в штрафной площади. Рыбчинский там размазал просто оппонента финтами. Правда, из-под прессинга удается выйти Олимпии и выйти, не просто выйти, а еще и мяч сохранить. Олимпия в прошлом сезоне заняла третье место в своем внутреннем чемпионате. Выиграла кубок у цели со счетом 2-1. И, кстати, тоже уже, как и железнодорожники, провела одну контрольную встречу на сборе против азербайджанского Невчи. Матч закончился со счетом 1-1. Но там очень любопытная конечно ситуация произошла. Дело в том, что эти два гола были забиты на первой и на второй минуте матча. Представляете? Невчи забил на первой, а на второй ответил своим голом первич. Тот самый первич, который сейчас на поле. И есть небольшая пауза. Можно попить воды. Все-таки 28 градусов. И по рекомендациям УЕФА, ФИФА и других футбольных органов если есть возможность, то лучше дать футболистам передышку, попить водички, намочить голову, конечно. Вот это все очень и очень важные вещи. Пока футболисты восстанавливают силы, наверное, стоит вас еще раз отправить на сайт Локомотива сразу же после этой трансляции. Зайдите, обязательно посмотрите. Пресс-служба Локомотива выкладывает красочные такие яркие динамичные видео со сборов и не только интервью, а еще и такие подборки, нарезки того, что происходит. нарезки на сборах. На сборах упражнения, какие-то веселые, забавные задания, которые придумывает Марко Николич. Одно из излюбленных, конечно, это вышибалы, когда огромными мячами пытаются, ну, можно даже сказать, просто уничтожить того, кто находится в кругу. А мы пока смотрим за тем, как Локомотив забивал голы. Субтитры создавал DimaTorzok Возвращаются команды на поле. Замена сегодня тоже, кстати, может быть достаточно много. В прошлый раз Марко Николич выпустил вообще всех, кто попал в заявку. Абсолютно. И полевых, и вратаря. 2 по 45 мы сегодня играем. Абсолютно стандартная схема. Если ничья, то ничья. Никаких игрушечных серий пенальти. Ну, и, конечно, по заменам неограниченное количество. В прошлом матче даже Жилине пришлось сделать обратную, потому что голкипер вышедшина заметно получил повреждения, а третьего в заявке не было, поэтому вернулся тот, которого заменили. нарушение правил. Немножко насел на соперника Станислав Макеев. Это Тимми Макс Эльшник, капитан команды. 23 года ему. Один из тех капитанов, которые даже несмотря на юный достаточно возраст, уже выводят команду на поле с повязкой. Один из тех, кто играл в Англии, он достаточно рано уехал играть в Великобританию и подчислился футболистом в Дерби Каунти, побывал в разных арендах, но вернулся в 2020 в Олимпию. Тоже играл за самые разные юношеские сборные и до 17 лет, и до 18, и до 19, и до 21 года. Гилермен внимательно выстраивает стенку. Передача в штрафную площадь. Борьба за мяч. Здесь главное сейчас не позволять бить по воротам. Вот как раз Эльшник еще раз туда загружает, но это было бы слишком красиво. Так умеет только Ибрагинович. Живоглядов. Очень высоко стало встречать Олимпия соперника. Конечно, сейчас наверное даже хорошо, что соперники играют немножко по-разному. Жилина играла ну старалась давайте так скажем старалась играть первым номером. Олимпия играет все-таки больше вторым и это здорово, потому что и те, и другие ситуации могут быть в чемпионате России у Локомотива. Какие-то соперники будут закрываться и весь матч будут сидеть в надежде на какой-то стандарт, ошибку и нечто подобное. Какие-то будут пытаться навязывать свою игру. Так что у Локомотива как раз есть на сборах возможность все варианты отрепетировать. Второй фолл Станислава Макеева. Гильермия настраивается на этот стандарт. Радивый Босич 20-летний серп у мяча. Если в команде Молос сейчас проверим подача и доходит даже до партнера этот мяч Томич. Цепляли там Камано конечно за руку, но мяч остался у Локомотива, поэтому можно продолжать. Железные нервы у Жиги Фрелиха и сразу же опять Олимпио переходит в контрнаступление. Какой хороший отрезок сейчас у славянской команды. Покатил на партнера Михаила Перович. Возился немножко Рыбчинский. Отсюда можно уже и пробить. Эльшник дальше катит на Перовича. Перович. Ничем толковым эта атака не закончилась. Удар был, но конечно очень далеко от створ-ворот. Да, вот еще один раз мы за этим моментом наблюдаем. можно направо сыграть. даже по тембру сейчас мы слышим, что это Марко Николич подсказывает. и нарушение правил. Вцепился здесь в соперника руками молодой Марсель Ратник. и Арбитр сразу же зафиксировал этот фолл. Марко Николич переподписал контракт с Локомотивом. Соглашение теперь у него до 2024 года действует. При этом Локомотив продвел контракт и с тренерами основной команды Олегом Пашининым, Дмитрием Лоськовым, Горном Басаричем, Радой Смилиничем, Зауром Хаповым и Сергеем Алексеевым. Все они подписали новые соглашения с клубом. Тем самым новое руководство в принципе Локомотив показывает доверие к тренерскому штабу, что очень важно. Да и Николич, если не ошибаюсь, говорил о том, что очень легко договорились, никаких не было проблем при обсуждении нового контракта. Гори, 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 При этом Локомотив поработал кстати и над медицинским штабом. Приходилось в прошлой встрече немножко оказывать помощь игрокам Локомотива и теперь есть человек, который за это отвечает, известный футбольный врач Александр Резипов возглавил медицинский штаб основной команды. Он уже ранее работал врачом национальной сборной России по хоккею, в московском Динамо, в ЦСКА. Ну и вот пришел в Локомотив из Тульского арсенала, где занимал должность главного врача с января 2017 года. Хорошо, что сегодня пока по его специальности помощь не нужна, никаких повреждений, все живы-здоровы и это самое главное. Хочется, чтобы к сезону Локомотив подошел в максимальной форме и чтобы никого, никакие болячки не мучили. Куликов у мяча, подача Даниила на дальнюю штангу, там уже вылетал Александр Сельянов, будет угловой. Еще один навес от Куликова и даже есть удар по воротам. Это Мурило. Мяч прилетает прямо в руки Галкиперу ничего здесь страшного для Олимпии конечно не было. 6-4 по ударам 3-1 по ударам в створ Локомотив впереди. Очень хорошая реализация. Три удара в створ 6 ударов по воротам, три удара из них в створ и два из них в голы. Очень прилично. Изумительная конечно в Австрии атмосфера, да, и эти пейзажи, и птички на фоне поют. Красота. А когда под этот оркестр еще Рыбчинский идет вперед, так это вообще загляденье. Мурило. На левое делает передачу, тут Сильянов. Кому-то там все время обрывают трубку. Может быть это агенты, агенты один за другим звонят, говорят, сколько стоит Сильянов, мы готовы приобрести его в Мадридский Реал. Лично Перес звонит. Иосифову уже потеряли, он уже в Вильереале, хотим Сильянова. Кто знает, а вдруг. Смолов. Вот это здорово, атака сейчас идет, Миранчук налево, Комано будет под праву убирать, наверное, и попытается пробить. Уже много футболистов Олимпии внутри собственной штрафной, которые мешают, конечно, траектории полета мяча. Ставит корпус Рыбчинский, продолжает бороться, все-таки мяч отобрали. И снова мяч у Жиги Фрелиха. Тоже человек поиграл за молодежную сборную. Поиграл в Хорватии за Запришич, за Интер. Вот сейчас может быть очень опасно подача. Там будет удар по воротам, но под мяч не удается подстроиться. передача. там уже первичу. Передача боя сейчас к нему как раз шла хорошая. Зрячая и просто абы куда. Мурилом. Живоглядов. Рыбчинский в касание в стенку попытался с ним сыграть Лисакович чуть-чуть. Ох, немножко друг друга не поняли. сейчас Миранчук с партнером. Поэтому получилась такая потеря. Тут Сильянов все подчистил. Сразу же на Комано и есть предложение. Помогает ему Лисакович. Комано идет в обыгрыш. А теперь нужно либо бить, либо на дальнюю. Решает пробить Комано в ближний угол и выручает Фрелих. Вообще очень бодро смотрится Локомотив. Честно говоря и физически и по взаимопониманию футболисты пока двигаются очень прилично. Что в первом матче я это отмечал, что сейчас по первому тайму конечно сезон покажет, сезон рассудит, но пока так чисто наблюдение. Пытается в контратаку убежать сейчас Олимпия и 3 в 2 по сути получается Босич делает пас налево и Вомбергар катит и не пошел дальнюю штангу первич замыкать. А вот Макеев пошел до конца и поэтому мяч не в ворота покатился, а на угловой. Ну конечно для того, чтобы разобрать как так получилось, что после углового одного убежали в такую атаку чуть ли не 3 в 1 но 3 в 2 точно. А сейчас еще нужно после стандарта внимательно. Гильерми выходит, кулаками мяч выбивает и фолл в атаке. Снова Томис Лавтомич вот этот бритоголовый хулиган. Хорошо, что у него нагана хотя бы нет. Вообще воспитанник боснийского клуба Широкий Брег. Действительно прошлый сезон провел в Австрии. Даже два матча за сборную Боснии и Герцеговину у него есть в 2018 году. Серьезный человек. Передача в центр. Многовато пространства становится на поле под конец первого тайма. Локомотив ну хоть чуть-чуть должен был подустать, поэтому есть сейчас где побегать футболистам славянского клуба. Неплохо. И удар поворотом. Какой красивый мяч. Да. Забивает Тимми Макс Эльшник, капитан Олимпии обводящим ударом по такой красивой дуге и не менее красивый прыжок Гильерми, но дотянуться до этого мяча было крайне тяжело. Попал так попал, конечно. Прямо от штанги мяч влетел в сетку. Сначала на правый фланг передачи, а потом она вернулась в центр. и вот так левой ногой очень красиво ворота локомотива мяч закрутил Тимми. 2-1. на 42-й минуте встречи. На 43-й. Точнее. Ну, так, по большому счету, кроме этого-то эпизода и что-то сложно вспомнить. Да, в самом начале там вступал в игру Гильерми, но не более того. Он просто, конечно, очень здорово попал Тимми. Одну минуту, по-моему, сейчас показал Томас Фрохлахер, что он готов добавить к первому тайму. Немножко странно, на мой взгляд. Ну, может быть, показалось, но, как в любом случае, мое мнение немножко странно действовал Мурила в момент удара этого самого Эльшника, потому что, ну, как-то он вообще в другую сторону начал отворачиваться, даже не выходил на человека, который готов был уже наносить удары, это понятно. для этого они есть эти контрольные встречи, для того, чтобы все ошибки потом исправить. жевоглядов, Смолов, Рыбчинский, потерял мяч Дмитрий, Горанчук, без нарушения правил, можно продолжать, и идет вперед Куликов, опять слева совершенно один Каманов убирает, и пяткой, как все красиво, Куликов забивать, да, есть, 3-1, Лисакович отличился, тоже его первый мяч на сборах, но это был очень красивый мяч. Вот если Словенцы сейчас просто нанесли красивый удар, то Локомотив ответил еще интереснее. Он ответил красивейшей комбинацией, сам Куликов здесь мяч подхватил, сделал пас на Камано, тот пяткой на Куликова, Куликов дальше протаскивает и по Вратарской площади уже делает прострел, и Лисакович приезжает сюда забивать гол. Лишь бы все было в порядке с Антоном Миранчуком. Потому что Миранчук-то остался лежать на газоне. Но хочется верить, что все в порядке у Антона. Алисакович отличился еще 3-1. Очень результативный первый тайм мы с вами смотрим. Наверное, опять будут какие-то изменения в перерыве у Николича, но посмотрим. Вот сейчас очень здорово опять Смолов за счет индивидуальных действий. А там вот видно или не видно? Да, увидели все-таки подключение Сильянова. Но Сильянов конечно ждал немножко более аккуратную передачу в ногу. 3-1. Миранчук, Камано, Лисакович отличились у Локомотива. Элшник у Олимпии. И отправляемся отдыхать. У нас сейчас перерыв. А затем вернемся и будем смотреть второй тайм. Пока ведем 3-1. Продолжение следует... 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 но попытка контратаки есть засчитана вообще кстати никогда между собой команды не встречались раньше даже в товарищеских матчах эта игра первая в истории противостояния между клубами более того вообще локомотив никогда раньше не играл с командами из словении так что можно сказать в своем роде историческое событие сегодня рыбченский в центре поля передача в разрез не проходит но идея была неплохо здорово придерживает локомотив мяч и опять нарушения сколько же томич сегодня фолов совершил вот он на ваших экранах этот раз опять рыбчинскому от него досталось 4 4 фола уже на счету томича куликов получает мяч от смолова очень глубоко играет сегодня федор просто очень глубоко хотелось бы конечно после матча если будет такая возможность если будет пресс-служба локомотива общаться с марка николичем спросить про новую роль федора смолова как ладно уж центрального но атакующего полузащитника очень интересно послушать как ему такую позицию на поле нашел марка николич в целом сегодня кстати с этой ролью разыгрывающего креативящего федор на мой взгляд справляется потому что не без его участие были забиты пара голов вот ошибка на своей половине поля смолов катит на комано комано имел хорошую возможность сейчас сделать дубль но галкипер сыграл самоотверженно вот и позиции из которых попадал в створ франсуа комано живогляда вбрасывает за боковой сразу же перевод мяча на другой фланг мурило в одно касание сделать это не сумел вот только сейчас мяч доводится до сельянова он кстати подписал новый контракт что наверное важно сказать на пять лет играть сельянов за локомотив с 2019 года и вот ближайшие пять лет проведет хочется верить еще в локомотиве момент какой возникает перед воротами олимпии лисаковичу буквально доли секунды не хватило для того чтобы нанести финальный удар затрепыхался мяч во вратарской и смолов опять простреливал чуть-чуть здесь опередил комано баке в очередной раз баки вообще неплохо смотрится ну а дальше лисакович обработал и уже был готов нанести удар как здесь защитники галки по руку могли заброс и похоже что было положение вне игры команду показывает я я в офсайде не может быть но все-таки на самом деле был в положении вне игры по мнению арбитра перевод направо перевод не точный мяч остается локомотиву 50 восьмая минута встречи завершилась по-прежнему по-прежнему есть несколько изменений в составе у олимпии и у локомотива играет тот состав который вышел сегодня с первых минут сельянов веранчук свободное абсолютно пространство у рыбчинского набирает скорость дмитрий справа есть другой дмитрий живоглядов и вот теперь можно покатить под удар мягкая такая закидушка от федора смолова устанавливать мяч в поле баке хорош сегодня кстати в запасе у олимпии сразу на несколько футболистов больше чем у локомотива у локомотива девять человек давайте их и назовем андрей самин молодой вратарь а также максим нинахов андрей никитин артур черный марат бакоев илья петухов николай титков немаги белакович и тимур косимов не попали сегодня в заявку еще несколько футболистов том числе пока нет заявки за луиша не в первом матче него втором ну будем надеяться что скоро мы его увидим а тут камано браво просто браво валил хвалил я баке защита не защита не могу понять мне кажется защитон конечно защитон франсуа камано делает дубль и никаких вопросов здесь к нему быть не может вопросы есть у вратаря олимпии и снова смолов передача назад блоки и успевает первым к мячу в итоге камано настырный гвинеец здесь на долю секунду опережает голкипера и протыкает мяч в ворота 4-1 локомотив очень уверенно выигрывает да конечно сейчас небольшая неразбериха в обороне у олимпии и непонятно даже кого обвинить в этом наверное баке все-таки если уж скидываешь скидывай так чтобы вратарь мячу успел первым а если не скидывай ну а если не уверен то не скидывай на 60 минуте уже до разгрома доводит счет локомотив еще выглядит пока на сборах прилично и вот сразу же целая гвардия на замену готовится выйти молодые футболисты там сейчас появятся я видел уже и артура черного и николая титкова и кто-то еще там по 4 человека сразу готовы в игру войти баке тем временем подает удар поворотом но мяч летит мимо створа и так давайте разбираться с заменами ну во первых раз два три 4 5 6 7 сразу замен это будет нелегко сейчас но мы попробуем андрей савин во первых выходит вместо марината гильерме и дальше смотрим кассимов на поле черный макеев остался с капитанской повязкой между прочим ушли живоглядов команда смолов титков еще появился не нахов появился андрей никитин нарушение правил не прав сейчас мислов матич прошлом сезоне играл в украине здесь на просмотре насколько я понимаю находится так мы сейчас попытаемся разобраться кто еще поле покинул остался куликов подача его сейчас идет штрафную борьба и не нахов играет назад подсказ от марка николича не спеши не надо вышел на поле илья петухов не совсем пока понятно появился ли на поле белакович мы сейчас попытаемся это выяснить вот сейчас интересно будет понаблюдать за андреем никитином который как раз играет на позиции федора смолова в сегодняшней встрече именно такой под нападающим черный макеев станислав похоже что весь матч будет проводить нинахов подача по флангу не очень точная не смог за мяч зацепиться здесь косимов до появился появился немани белакович соответственно я так понимаю что на поле уже нет рыбчинского миранчука мурила остались только куликов и и и макеев вот еще по сельянова у меня вопрос на дальнем фланге сейчас нужно будет рассмотреть но сельянов пока играет по моему вот со всеми заменами все-таки разобрались худо-бедно было непросто но мы справились вот николич поаплодировал сейчас куликова титков черный играет налево белакович снова черный макеев хороший пост какой в разрез куликов подача на дальнюю никого там нет но еще есть второй темп у этой атаки сельянов пошел доигрывать до конца белакович открывается под него сельянов белакович поднимает голову двойная замена готовится у олимпии но об этом чуть позже потому что локомотив продолжает атаковать окончательно мне кажется олимпия согласилась на подобный ход встречи что локомотив держит мяч локомотив полностью владеет инициативой а мы надеемся на на лучшее ну и счет конечно уже немножко прибивает никитин здорово врывается в штрафную площадь сельянов отсюда можно уже и пробить есть еще один неплохой удар то белакович но правильно занял позицию галкипер детков какая элегантная передача пяткой посмотрите опа красиво а и а и 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 m так все пошли на водопой чтобы было понятно что происходит ник капун сейчас вышел на поле и Энрик остерц вот кого они поменяли это пока с учетом того что все пришли сюда к бровке, это не так-то легко понять. Но, по-моему, Томислава Томича. Постараемся сейчас разобраться. Так вот, Марко Николич сказал, что нужно усиление. И прежде всего нужен такой бокс-то бокс от штрафной до штрафной человек, который будет закрывать пространство. И в центробороны тоже ему бы не помешал еще один футболист. Так что, локомотивы, вполне возможно, еще будут в составе какие-то изменения. Все, игра возобновляется. Нинахов готовится вбрасывать из-за боковой. Интересно, конечно, будет посмотреть все-таки на состав локомотива, когда вернутся Рыбус, Крыховик, Баринов, Жмалиддинов. Все игроки стартового основного состава. И кому-то придется за него очень сильно бороться, за это самое место в этом стартовом составе. Сборы пока идут. Николич прекрасно, конечно, знает, чего ждать от каждого из своих футболистов. Но при этом на кого-то он уже сейчас смотрит, а кто-то только подъедет. Они прилично поиграли. Кто-то из них чуть хуже, кто-то чуть лучше на чемпионате Европы. Рыбус, Крыховик, кстати, успел подписать новый контракт с клубом на три года до 2024 года. По поводу сборных. Крыховик сыграл полтора тайма и получил красную карточку в матче со Словакией. 78 минут со Швецией были на его счету. Что касается Рыбуса, то голевая передача и 74 минуты со Словаками, а потом оба матча следующих на скамейке запасных. Что касается наших ребят, то Баринов сыграл 45 минут с бельгийцами, 90 с финнами, Жамалединов 40 минут с финнами и 39 с датчанами. Но, как вы знаете, еще раз я повторюсь, результаты и у той, и у другой сборной оставляли желать лучшего. Пока еще неизвестны следующие соперники по товарищеским встречам у Локомотива. Шесть матчей ждет железнодорожников на втором сборе. О них будет объявлено дополнительно и о датах, и о... Непосредственно соперниках. Да, Виталий Лисакович нам сейчас напоминает, что тоже поле покинул. Ну и вот ушел с поля Нина Пунгаршик. Вместо него вышел Капун. И одна из редких атак Олимпии почти полным составом. Сейчас сразу же перебежали на половину поля Локомотива. Босич пытался сыграть технично. В итоге лишь аут ему достается. Что касается Вомбергера, то он по-прежнему на поле, но моментов у Андреса нет. Кто вдруг не успел последить за Вомбергером в чемпионате России? Сейчас уже, собственно говоря, не последит. Как приехал из Олимпии, так и уехал обратно. Он начинал свою карьеру как раз в Аргентине, где и родился, потом уже переехал в Европу. По левому флангу развивается атака. Там по-прежнему Сильянов. И вот чуть-чуть совсем не хватает Сильянова для того, чтобы ускользнуть от Бакье. Если не считать той ошибки, которая привела к четвертому голу, второму голу Каманова в этой игре, то в целом Бакье, конечно, неплохо выглядит. Остается 15 минут встречи. Солнечная, хорошая погода. В Санкт-Файт Андерглане. По владению мячом, конечно, приличное преимущество у Локомотива. 65 на 35. И в целом, конечно, такой интриги, которая была в матче против Жилины, ну, сегодня не получается. Ну, просто потому, что Олимпия играет гораздо хуже. Гораздо меньше проводит времени в атаке. Показывает в центре поля, да, Петухов, что можно сюда сыграть. И снова Макеев через Куликова. Куликов дальше направо. Заброс, открылся сюда Нинахов. Который только-только перешел из Ахмата. Может играть и слева, и справа. Здесь его используют справа. А сегодня Николич выручает Матеуш Видовшек. После дальнего удара Сильянова. Вообще, Сильянов очень неплохо готов. К данной минуте он успел уже и за молодежку, за нашу, поиграть. Товарищеские встречи. Еще перед тем, как начались сборы. Целый месяц практически было у футболистов отдохнуть от футбола. Поддача! Белакович пытался оказать давление на соперника. Давление оказал, но вот поворотом пробить толком не получилось. Очень высоко в прессинге действует Локомотив. Очень плотно, очень цепко и колко действует сейчас впереди. Вот статистика новичка Локомотива. Потенциального новичка Локомотива. Я так понимаю, контракт с ним еще не подписан. И вот опять в очередной раз Николич, выпуская молодежь, сразу же заряжает ее на очень высокий отбор. Массовый, резкий. Длинная передача Петухова вперед. И второй раз едва не привозит себе Олимпия. Нечто похожее мы уже видели. Пытается Босич обыграть Нинахова. Нинахов не пускает его к мячу. Макеев. Разворачивается Макеев. Снова подключение Сильянова. Сразу они здесь в стенку с Белаковичем играют. Сильянов. Классно, как на скорости проходит. Это пенальти. Это пенальти, друзья, конечно. Не пропускает к мячу. Сильянов. Сильянов очень хорошую встречу сегодня проводит. Если в прошлый раз он и ошибся, и потом исправился, то сегодня вообще к нему, на мой взгляд, вопросов быть не может. Очень приличный матч. И на 79-й минуте встречи он еще и бежит, обходит на скорости соперника. При этом зарабатывает 11-метровый удар. А желтую карточку получает Урош Корон, кстати. Исполнять берется 23-летний Куликов. А вот забить не получается у Даниила. Ах. Не реализован пенальти. Вытянулся в струнку Матош Видовшек. Хвалим голкипера Олимпии, потому что непростой удар он достал. Не то, чтобы прямо плохо пробил Куликов. Нет, он в угол мяч направил. Посмотрел туда. На удобной высоте такой для голкипера. Но в целом хороший удар-то получился по силе. И... Ну, не забил и не забил. Главное, чтобы в сезоне, когда будет нечто подобное, такое не происходило. Когда поставят пенальти, если подойдет к мячу Куликов, чтобы все было в порядке. На контрольном матче не страшно. Петухов. Пас на Титкова. А вариантов особо нет. Очень глубоко сидит Олимпия. Как-то совсем в этой игре, в ходе этой встречи, забыл я рассказать о том, что Марко Николич ведь играет против своей бывшей команды. Возглавлял Олимпию. Возглавлял ее в 2016 году и 8 матчей провела команда под его руководством. Ни разу, кстати, не проиграла. Но там была какая-то неприятная история у Марка Николича с одним из футболистов его команды. И в итоге контракт по обоюдному согласию расторгли. Главное, что сейчас у Марка Николича нет никаких историй неприятных с командой. Все друг другом довольны. Полнейшее взаимопонимание. И команда абсолютно управляемая. Играет, понимая, что и как, и куда, и зачем. И еще замена будет у Олимпии. Так, под 33-м номером на поле выйдет Адриан Зелькович. Под 46-м сейчас я вам скажу. Так, ну, во-первых, ушел капитан Тимми Макс Эльшник. Человек, который забил единственный мяч в составе Олимпии сегодня. А кто же еще? Урошкорун, судя по всему, поле покинул. Ну, а 46-й номер так сразу даже непросто. Но мы сейчас попытаемся. Это Лун Бончина. Лун Бончина. Совсем молодой футболист. 18 лет. Вот момент. Сейчас и нужно забивать. Да, просто разорвал здесь. Просто разорвал. Андрей Никитин соперника переступами заставил того окончательно капитулировать. И 5-1. Олимпия совсем не может ничего навязать. И... Тут, конечно... Ну, уже ничего не сделаешь. Свит Сэшлар, он просто... Просто оказался совсем не готов к отбору в этой ситуации. Ой, прошу прощения. Не Сэшлар, конечно. Это был Матич. Это был Мислов Матич. Ну и вот. Андрей Никитин забивает. Здорово. Очень хорошо. Молодой футболист. На 83-й минуте. Уже делает преимущество Локомотива в 4 мяча. Ну вот. Разрезает воздух зычный крик Андрея Савина. Я скомандовал Савин. Вышел, мяч забрал. Черный. Была бы у меня возможность, я бы поставил на 74 черное. Босич перекладывает с одной ноги на другую. Все-таки удар будет нанесен. Но Савин к этому абсолютно готов. Безо всяких проблем этот мяч парирует, Андрей. Я уже сказал, что большое количество футболистов, и те, которые сегодня попали в заявку, и те, которые не попали в заявку, взял с собой Марка Николич на сборы. Это футболисты молодежки. Локомотивы это футболисты Казанки. То есть Марка Николич в очередной раз доказывает, что он прекрасно знает тех ребят, которые... Ну вот, пожалуйста, Марат Бакоев. Вместо Сильянова на концовочку. Александр сегодня очень хороший матч провел, заработал пенальти. В общем, Марка Николич в курсе всего, что происходит. И не только в основном составе, а в том числе и в ближайших резервах. И, честно говоря, многим тренерам в этом смысле у него бы поучиться, потому что у Николича-то очень много футболистов уже заиграно. Молодых. Просто кто-то больше любит работать с молодежью, кто-то меньше. У кого-то есть возможность покупать дорогих легионеров, у кого-то нет. У кого-то есть лишний раз возможность и желание, самое главное, попробовать кого-то из молодых футболистов. А кто-то обходится проверенными бойцами, невзирая на то, в какой форме они находятся. И в каком состоянии они на этот самый момент. Но и при этом очень важно одно дело, когда тренер хочет и любит работать с молодежью, и не против ее заигрывать. Другое дело, чтобы она была очень важна. А это похвала в сторону Академии Локомотива, которая каждый год выпускает футболистов, готовых эту самую команду усиливать. Бокоев, Куликов к нему отскочил. Чисто по-человечески, конечно, хочется посмотреть на гол Белакович. Но все-таки парень на просмотре. Все-таки приехал из другой страны, хочет адаптироваться, хочет получить контракт, попасть в новую команду. Он играл за юрмальский «Спартак» в Латвии. Классный перевод на Нинахова. Еще один футболист, которому тоже нужно адаптироваться, освоиться. Но он все-таки Локомотив и многих в составе Локомотива знал. Белакович получает мяч на левом фланге. Нет положения вне игры. Прострелы 6-1. Ну вот, не гол, так голевая передача у Белаковича теперь есть. И промежу делом дубль у Андрея Никитина. Что-то совсем развалилась Олимпия. Как она собирается в сезоне играть? Не совсем понятно. Ближайший резерв, конечно, у Олимпии, мягко говоря. Ну и вот Бакье уже бросил бежать, начал разговаривать с арбитром. Дескать, там был офсайт. А пока Бакье разговаривал, Никитин забивал еще один мяч. 6-1. Да, результат, конечно, очень приличный. Получается, что по 3 гола за тайм Локомотив организовал ворота Олимпии. Ну и есть еще немножко времени для того, чтобы, если уж очень хочется, попробовать забить седьмой. Ну и может быть кому-то немножко жалко, что все-таки не в сухую, раз соперник позволяет столько в свои ворота забивать. Но удар, конечно, Тимми Эльшника был блестящим. Очень сложно было Гильерме достать. Там, скорее, нужно было его просто предупредить, взять и накрыть. Здорово. В отборе действует Бакоев. Сразу же передача на Титкова. В центре поля Николай мяч принимает. Слева и аккуратная передача. Идеальная по точности на Белаковича. Белакович, ну-ка пробить, Белакович! Наносит удар. И мяч попадает в защитника. Будет аут. Ну и вот уже видно по лицам футболистов Олимпии, что они уже думают о том, когда это все закончится. Вот, собственно говоря, и все. Пара-бара-бам! Пу! 6-1. Локомотив выигрывает у команды из Словении. Отличный матч выдают чуть ли не все футболисты Локомотива, а может быть и все. Марко Николич, я думаю, доволен тем, что он видит на этом первом сборе, на этих первых контрольных встречах. И мы Локомотив поздравляем с двумя победами в двух матчах. И теперь у железнодорожников второй сбор впереди и шесть товарищеских матчей. И будем надеяться, что так же удачно они будут складываться. Пока, парни, молодцы. Локомотив еще раз с победой. А вас, друзья, благодарим за то, что вы смотрите наши трансляции. Меня зовут Михаил Ниламет. Любите футбол. Он обязательно ответит вам взаимностью. Встретимся на следующих трансляциях Локомотива. Удачи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok